друзья всем привет вы на канале делай то делай это с вами ким и я сегодня расскажу вам о новом событии который у нас происходит в игре the nance on the ground of the kingdom сокровищница пчел началось событие плюс вечер колоний и принципе вот эти два события которые еще не встречались что мы можем получить в данном событии здесь вот главный пчел такой видно с медовой росой как будто они летали куда-то собирать пыльцу и возвращается с наградами чтобы их отпугнуть и они сбросили награду нам нужны ромашки которые отгоняют пчел после чего можно поменять здесь вот в разделе магазина обмен на эти ромашки либо сразу без отгона на те предметы которые вам интересны либо сокровищницы пчел попытаться это сделать ромашки можно получить за счет активности достигая 400 единиц активности вот у меня 363 можно еще получить ромашку атаковать можно рудные жилы но задание вы знаете как выполнять дикие существа убивать и так далее давайте попробуем меня есть вот несколько ромашки мы с вами увидим как даются призы за это призы вернее как отгоняется пчел и какие призы выбиваются вот например если нажать вот этот квадратик можно увидеть то что топовые награда это оболочка медного муравья и свирепкой челюсть как раз те элементы которые необходимы нам для открытия атласа пробуждения вас пробуждение у нас обновился после последнего выхода у нас теперь не только оболочка медного муравья появилась но еще и свирепая челюсть свирепая челюсть она подходит для киргенского муравья прогуна и здесь вот он подходит очень круто вот при открывании мы видим то что с любыми солдатами битве увеличивается носим урон навыков с очередью спец муравья киргенского муравья прогуна на задние ливнике противника 20 процентов при открытии десятого уровня пробуждения в начале боя наносит 500 процентов урона задней очереди противника ну и соответственно вы видите он 20 уровня раз когда разблокируете вы наносится урон навык падает в очередь силой больше 50 процентов увеличит урон на 10 процентов ну то есть достаточно серьезные показатели у кого есть киргенские спец муравей может попытаться отогнать пчелы получить один из призов набора я выбрал выбрал оболочку медного муравья потому что меня медный есть а киргенского нет и вот так и не собрал хотя у меня там есть там 120 пазлов по моему вот на него но пока не удалось ну давайте попробуем вместе с вами нажать на отогнать пчел за 2 ромашки чем мы получим бам а он стреляет очень интересно сюрприз пчел одно мистическое яйцо подтвердить получаем экстра яйцо и мистическое 1 дико вот так значит стреляет смотрите следующий выстрел равняется четырем ромашкам то есть каждый выстрел увеличивает количество ромашек в два раза соответственно будем стреляете и получаете роскошные снабжения для усиления вот дальше 8 и так в прогрессии то есть если у нас здесь мы можем считать раз два три 4 5 6 7 8 9 10 10 и будет потом 16 потом 32 потом 64 вот так и 10 раз будет умножаться и тогда вы можете добиться результата но можно сбросить призовой фон за 5000 кристаллов и попытаться с первого раза опять выбить сверху приз еще есть призовой фон для усовершенствования солдат немножко другие призы здесь отгонять пчел вот по одной ромашки то есть чуть меньше также можно получить разные эссенции усовершенствования капли среды усовершенствования также здесь есть сундуки различные вот главный приступ редкий сундук усовершенствования редкий сундук как раз он ни разу никому не подал это тоже важно потому что этот редкий сундук он у нас только в событиях есть и если мы посмотрим на наш бассейн усовершенствования солдат зайдем в просмотр и вот здесь вот эти две стрелочки редкие здесь вот эти как раз редкие усовершенствования будут попадаться то есть ну вы понимаете да то есть чтобы ее добыть надо пройти все то что вы сейчас видели на своих экранах присмотрите что вам важно в этой ситуации добраться до редкого сундука либо выбить оболочку там медного или киргенского дня спец муравья вот решайте и пытайтесь получить данные награды событие проходит течение двух дней можно посмотреть магазине обмена здесь начинается два дня 13 часов то есть через два дня 13 часов возможность получить награды она пропадет соответственно наборы также можно купить из-за ромашек за финансы вот дальше у нас про из отряды исследователей отряды исследователей у меня достигли максимального уровня дальше они не повышается мы видим то что опыт исследователей плюс 0 все у него максимальный уровень его то что приносит вы видите на своих экранах каждый исследователь свои элементы приносят различные они абсолютно разные по тем приоритетом которые вы выбрали то есть вот он все исследователь максимум 5 уровня дальше он не растет поэтому разница никакой нету время по времени исследования она равна 12 часам все исследователи бегают по 12 часов поэтому отправляли отправили на 12 часов и забыли дальше смотрите в свой склад сокровищ кстати здесь появилась иконка исследования рабочих муравьев на когда то есть не через кнопку рабочие отряд исследования отряд через кнопку здесь можно зайти к ним напрямую вот склад сокровища склад сокровища вы видите на моих экранах на своих экранах что у меня практически подходит черный камень осталось 28 элементов также обветренная кость приоритете стоят поэтому быстрее добываются жду их открытия возможно еще пару раз бегают и принесут необходимое количество но соответственно это что касается последних новостей по моему обновление больше не было я вроде вам все рассказал и если помните про лайфхак когда вы находитесь на сборе смотрите запоминайте еще раз и озвучу вдруг кто-то не помнит или кто-то не смотрел заходите в активные навыки нажимаете использовать навык успешно использован в каждом проходите смотрите для чего это делается вот здесь на сборе на обработке мы видим то что вот смотрите песок тысячи миллион шестьсот пять при единовременном сборе грунт сейчас миллион сто восемьдесят девять вот смотрите песок я уже собрал давайте грунт активируем грунт активируем навык собираем смотрим был миллион сто восемьдесят девять так а теперь у нас два миллиона шестьсот тридцать девять запомнили как это делается так проходите по всем элементам смотрите мясо мясо миллион семьсот одиннадцать после того как вы нажали навык то единовременный сбор с миллиона сто одиннадцать вырастает до двух миллионов тридцать семьдесят семь тысяч также все это с листвой был миллион семьсот на листве после активации после активации он вырастает у нас до 3 160 одного миллиона так вот после того как вы все активировали можете собирать обработку запускать ну и соответственно получать максимальный лимит у меня показал что бассейн воды заполнен максимум тем самым вы собираете максимальные ресурсы на обработке этот старый лайфхак я давно его показывал но это для тех кто возможно им еще не пользовался ни разу тоже будет полезно делайте как можно быстрее питомники кормовые на максимум потому что скорость увеличивается добычи питомника на данный момент у меня сейчас максимальная из возможно единственный только можно увеличить за счет спец муравья который у нас называется он в развитии находится это вот янтарный муравьи черепах вот при открытии последнего навыка увеличить производство разведения кормов на 10 процентов максимально то есть вот плюс 10 процентов можно еще получать при его усовершенствование так что у нас еще здесь началась война на острове между двумя альянсами пгл и альянсом российским альянсом матрешки то есть вот они здесь ведут столкновение пгл не побоялся пойти на их территорию не начин начал от производить атаки если кто не знает то на родной территории защищаться легче потому что процент защиты вырастает а по нападающим намного тяжелее атаковать соответственно здесь они боролись пока произошла остановка ну а смысл в том что вот этот альянс пгл пис гентли life полез на территорию матрешек и не знаю возможно они желают захватить их город вряд ли я думаю что они идут на нейтральную территорию но всякое может быть не знаю почему они не стали дождаться захват своих тут у них еще есть не захваченные пирамиды и прочее мы пошли сразу на этот альянс но видимо сил много и решили попробовать сразу зажать данный альянс мы с ним встречались на в тропиках с альянсом отрешки достаточно сильный альянс ну и альянс пугал как я ранее говорил он находится находился по крайней мере в лидерах по почетному рейтингу я пока на двадцатом уровне еще не открыл все свои говорится бонусы меня 101 из 111 колоний захвачена так вот восьмые уже начали захватывать с вчерашним дне я пока стою на сборе сегодня ивента сбора поэтому некогда заниматься кочками поэтому надо открыть этот 9 ракушку чтобы получить максимум агро в остальном все хорошо идет значит и листый прыгун его надо выбивать на максимум каждый день альянсом поэтому у нас отряды ходят на него можно посмотреть вот так он выглядит этот илистый прыгун он дает максимальный бонус для всех соответственно до конца сезона по острову поэтому надо его брать потому что вдруг такие альянсы как вот на погрел полезут через матрешек через всяких тайваньских суперов на нас и нам надо защищаться ну чтобы отставиться в свой суверенитет как мы знаем нужно иметь хорошую защиту и атаку поэтому набираем сил ребят и защищаем свои интересы но альянсу как говорится матрешки желаем отбиться от ненастного врага на своей территории и вытеснить его в освоясь и здесь пока без изменения альянсы берут переправы каналы пока на другие территории никто не лезет в целом пока в остальном все тихо спокойно мы идем как говорится спокойно по развитию никуда не спешим не торопимся воевать ни с кем не собираемся но свое мы заберем обязательно вот такие новости последних событий я вам рассказал показал ребят если все вам понравилось обязательно поставьте лайк поддержив все это комментарии кто не подписан подпишись обязательно поставь колокольчик чтобы не пропустить следующие видео интересные ну и соответственно вот здесь последний новость не сказал в правом верхнем углу разработчики внесли время по и тисе число месяца его очень удобно плане того что ты видишь когда события начинает заканчивается не надо постоянно лезть в часы что очень приятно всем пока до скорого с вами был ким на канале делает то делай это